Дорогие коллеги, здравствуйте! Вашему вниманию хотели бы представить клинический случай УКС с подъемом СТ и молодой пациент без кардиологического анамнеза. Представляет город Ангарск, кардиологическое отделение Ангарской городской больницы, региональный сосудистый центр номер 3. Молодой мужчина, 32 года, из города Балаганск, работает техником-электриком, длительный стаж курения в анамнезе 17 лет, наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям не отягощена, алкоголь не злоупотребляет, занимается спортом, активным образом жизни, с нагрузкой, раньше справлялся хорошо, без каких-либо клинических проявлений, ранее считал себя здоровым, коронавирусной инфекцией не болел, был привит от ковида. Итак, жалобы. Жалобы на интенсивные боли, давящего, жгучего характера, за грудиной, с радиацией в левую руку, под левую лопатку, в межлопаточное пространство. Он покрылся холодным липким потом, появился страх смерти и выражена общая слабость. Приступ был около получаса, без эффекта от НПВС. Что с ним случилось? После перенесенного стресса у молодого человека умер отец и избыточной эмоциональной нагрузки, соответственно, в совокупности с тяжелой физической нагрузкой, он работал в гараже, в гараже, соответственно, поднимал разные тяжелые предметы, и вот у него возникли кратковременные давящие боли за грудиной. Но купировались они самостоятельно. И в течение суток они часто рецидивировали, но все же купировались. Но ночью, около 4 часов утра, возникли все вышеуказанные жалобы. И его женой была вызвана скорая медицинская помощь, но предварительно она попыталась дать ему немесил в растворимых пакетах. Скорая помощь приехала достаточно быстро, они зарегистрировали ЭКГ. По ЭКГ регистрировался подъем сегмента СТ в отведениях с В1 по В6, также в ВВЛ и в первом отведении. Стандартная часть пленки с отведениями 1, 2, 3, к сожалению, была утеряна во время транспортировки пациента в РСЦ. Так вот, дежурный фельдшер отправил данную пленку дежурному кардиологу в БСМП и был согласован тромболизис и госпитализация с целью последующего проведения коронарографии. Тем не менее, немедленно было начато лечение в виде тромболизиса фортелизином 15 мг внутривенно, даны две дозы изокета. Изокет не подействовал, поставили морфин внутривенно, гепарин 5000 единиц, аспирина 250 мг и 300 мг клопидогреля. Далее пациент был госпитализирован в Саянскую городскую больницу. Итак, пациент находится в Саянской городской больнице и дожидается санавиации для того, чтобы провести коронарографию. И у него взяли кровь. Общий анализ крови там в целом все более-менее в порядке. Биохимический анализ крови. Троп-тест качественный был отрицательным, но было выявлено повышение, резкое повышение АЛТ и АСТ. АСТ до 269,6, АЛТ до 141,9. Также высокий уровень креатининфосфокиназы и конкретно КФК МБ фракции. Также у пациента была взята кровь на липидограмму и был выявлен очень высокий уровень холестерина. То есть общий холестерин у него был 7,55. Повышен он был за счет холестерина, липопротеинов низкой плотности 5,39 и за счет 3 глицеридов 3,37. Также была проведена эхокардиография. Был выявлен гипокинез, конкретно даже не гипокинез, а акинез передней и переднеперегородочной стенки левого желудочка на всем протяжении с переходом на верхушку сердца. Фракция выброса была 27%. Орентгенография органов грудной клетки была без патологии. И также проводилось лечение у пациента. То есть инфузомат гепарином по 1000 единиц в час, аторвостатин 80 мг, 20 мг амепрозола и бисопролол 2,5 мг. Итак, пациент был доставлен в РСЦ номер 3,835, когда наконец дождался санавиации. Однако при поступлении в приемное отделение ангарско-городской больницы были жалобы на сохраняющийся дискомфорт за грудиной. То есть по описанию самого пациента, что дискомфорт стал значительно меньше, однако сохранялся и периодически рецидивировал. На слайде представлена кардиограмма после тромболитической терапии. Она была записана в Саянске. На ЭКГ мы видим зубец КУ по передней боковой стенке и видим стойкую тенденцию к снижению сегмента СТ. Однако, учитывая сохраняющийся болевой синдром, пациент был экстренно, минуя приемное отделение, поднят в отделение рентген-сосудистой хирургии. Пациенту была проведена экстренная коронар-ангиография, где был выявлен стеноз проксимального сегмента ПНА, около 70%, что говорит о том, что тромболизия все-таки был эффективным и смог хотя бы немного, но открыть коронарную артерию. На фото представлено такое небольшое «до-после». После выполненного стентирования был установлен один стенд с лекарственным покрытием. После стентирования кровоток в сосуде был восстановлен полностью. После проведения коронарографии пациент был переведен в ОРО. Жалоб он активно не предъявлял, то есть боли были купированы в момент открытия сосуда. В отделении реанимации лабораторно были взяты снова все анализы. В биохимическом анализе крови было выявлено изначально повышение глюкозы крови до 6,2, что, вероятно, обусловлено стрессовой гипергликемией, потому что в динамике сахар снизился до 5. Также было выявлено повышение уровня АЛТ и АСТ до 137 АЛТ и 98 АСТ. Также в биохимии было выявлено повышение тропонина. То есть изначально тропонин был более 30 нг на мл. В динамике тропонин немного снизился до 25,7. В липидограмме что было выявлено? Общий холестерин был 6,0 при поступлении, 3 глицериды 2,1, и липопротеины низкой плотности 3,18, что все равно вне целевых значений и вообще каких-либо норм. Все остальные показатели крови и мочи были в пределах нормы. И объективный статус у пациента также ничем особенным не отличался. То есть и тоны сердца были ясные, ритмичные, не было никаких экстрасистов, ни аускультативных, ни по монитору. И при объективном статусе, с учетом его уровня холестерина, в выписных эпикризах из Саянска было подозрение на наличие у пациента семейной гиперхолестериномии. Еще раз более детально опрошен семейный анамнез, и наследственность у него на самом деле не отягощена. То есть и у родственников есть гипертоническая болезнь, но ранних инфарктов и инсультов у братьев, сестер и отца и матери не было. Также и объективно у пациента не было никаких консантелазм и других клинических проявлений семейной гиперхолестериномии. После стентирования было выполнено ЭКГ. По ЭКГ значительной динамики не было, но сегмент СТ все-таки стал еще немного пониже. Зубец КУ, естественно, сохраняется. Было выполнено УЗИ сердца. По эхокардиографии вновь регистрировался гипокинез, но уже не акинез, как в Саянске, а гипокинез. Передние стенки, верхушки. Было выявлено снижение сократимости миокарда, и фракция выброса по Симпсону была 42%. Диагноз пациента звучит как ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда с зубцом КУ с подъемом СТ от 1 ноября, передней перегородочной области, левого желудочка, килип-1, догоспитальный тромболизис фортелизином, коронароангиография, со стентированием, ПНА, одним стентом с лекарственным покрытием. ХСН-1ФК-1 с умеренно сниженной фракцией выброса 42%. Дальше пациент был переведен из реанимации, проводилось лечение, и в реанимации в отделении 24 часа. Капался гепарин инфузоматом, аспирин вместе с тикогрилором, каптаприл по 6-25, два раза, бисопролол по 2,5, аторис решено было уменьшить до 20 мг, учитывая снижение АЛТ и АСТ, дапоглифозин форсига по 10 мг и эспиры 25 мг один раз в день. В процессе лечения боли ангенозного характера не рецидивировали, с расширением двигательного режима и АЛФК он справлялся хорошо, по холтеру динамики после стентирования изменений в сегменте АСТ и шимического характера не было, так же, как и не были зарегистрированы нарушения ритма по холтеру. Цифры АЛТ и АСТ в динамике стабилизировались и больше не увеличивались, а по УЗИ сердца фракция выброса нормализовалась, то есть стало 64,2. Пациент был выписан лечащим врачом на удовлетворительном состоянии на реабилитационный этап в санаторий Ангара для последующего долечивания и реабилитации по профилю инфаркт миокарда. На данный момент пациент все еще находится в санатории и с физической нагрузкой он справляется хорошо. То есть боли при ходьбе по теренкуру его не беспокоят. Какие выводы мы бы хотели сделать? Во-первых, курение играет большую роль в развитии коронарного атеросклероза. То есть несмотря на молодой возраст, плохие вещи с данной группой пациентов все равно случаются. Второе, осведомленность о сердечно-сосудистых заболеваниях и их течения, также ранее обращение за медицинской помощью улучшает вероятность позитивного исхода. То есть, например, у этого пациента в динамике нормализовалась фракция выброса и в повторном контроле ЭХКГ гипокинез уже не регистрировался. Также рутинные измерения общего холестерина у молодой группы пациентов могут, во-первых, выявить пациентов подозрительных в отношении семейной гиперхолестериномии, а во-вторых, в целом оздоровить популяцию за счет, конечно, модификации образа жизни. Ну, в целом у нас все. Спасибо большое за внимание. Спасибо.